Добрый день, меня зовут Роман Мнев, я инженер Центра Экспонента. В нашем сегодняшнем видео мы посмотрим, как настроить систему управления по конкретным требованиям, а также рассмотрим автоматизированный подбор времени дискретизации для системы управления. Что такое требования к системе управления и настройка под требования? Дело в том, что классическая теория управления, как правило, под настройкой системы управления подразумевают их настройку для реакции на какие-то стандартные возмущения. Ступенчатый сигнал, импульс или что-то подобное. Но, к сожалению, разного рода формальные метрики, то есть качество переходного процесса при ступеньке импульса или чем-то еще, это только первый этап настройки системы управления. Он говорит нам только о том, что система управления устойчива, что она не разваливается, но что с ней можно работать дальше. А что значит работать дальше? Дальше у нас появляется такая вещь, как техзадание. И вот в этом техзадании, как правило, описано очень много разных требований, которые, ну скажем так, не очень укладываются в формальные метрики. И тем не менее их нужно исполнять. Посмотрим на примере, как это можно сделать с применением Матлаба и Симулинка. Допустим, что у нас есть двигатель постоянного тока, небольшой, и на него мы накладываем некоторые требования, что при прямом пуске, то есть при подаче полного напряжения, он должен разогнаться не более чем за одну секунду, должен иметь пиковое ускорение не менее чем 100 радиан в секунду за секунду. Такое требование может объясняться, например, срабатыванием какого-то захвата или зажима механического, что-то такое. Ну и, конечно, у нас ограничен пусковой ток. И в данном случае он будет ограничен тремя амперами. Просто у меня уже есть какая-то модель двигателя, и мы именно на ней будем работать. Эта модель у меня собрана в Симулинке, в пакете Simscape. Она является так называемой многодисциплинарной, то есть там учтена и электрическая цепь, и механическая. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот у меня модель в Симулинке, где как раз можно увидеть систему управления, контроллер и объект управления. Вот модель. Довольно простая здесь источник напряжения, датчик тока, двигатель, небольшая механическая нагрузка. Она здесь эквивалентирована, по сути, просто трением. И механический датчик, то есть датчик механических величин. На выход модель у нас отдает ток, ускорение и скорость вращения, частоту вращения. Регулятор у нас, очевидно, двухконтурный, потому что мы регулируем как скорость, так и ток. Сейчас у меня заданы какие-то первые параметры, оценочные, прикидочные, которые только-только обеспечивают устойчивую работу системы. Давайте посмотрим, что получается. На этом осциллографе виден переходной процесс при прямом пуске. Первое, что мы видим, что условие набора скорости за одну секунду выполняется. Вот мы на первой секунде подали напряжение, а на второй секунде у нас уже полная скорость вращения. Хорошо. Ускорение не дотягивает. Меньше 100 радиан в секунду за секунду. Да, ток меньше 3 А, но поскольку ускорение маленькое, можно предположить, что если мы, так сказать, подтянем регулятор, чтобы он нам обеспечивал ускорение, мы вылезем по току. Что же делать? У нас есть противоречивые требования, потому что чем больше ускорение, тем больше тока, а у нас заданы ограничения противоположные. И у нас есть условия на скорость, которые тоже нужно выполнять. Вручную подбирать параметр мы, конечно, не будем. У нас есть такой замечательный инструмент, как Response Optimization. Запустим его, посмотрим, что он из себя представляет. Response Optimization дословно это оптимизация отклика. Оптимизация отклика модели. Сначала в этом инструменте мы зададим, от чего же мы, собственно, от модели хотим. Здесь можно задавать разные условия. Границы сигнала, свойства, реакция его на какое-то воздействие, причем это во временной области. Можно также задавать и в частотный, вот, Frequency Domain. То есть можно задать, например, ЛЧХ системы, условия на ЛЧХ. Можно задать условия на, как видим, переменную. Довольно много разных условий можно задать. У меня уже подготовлен файл, просто чтобы долго не подбирать условия. У меня уже подготовлен файл, где перечислены все условия. Какие здесь условия? Давайте посмотрим. Во-первых, выведем их все на экран одновременно. Вот здесь они у меня перечислены. Signal Bound. Это граница сигнала. Это ограничение на скорость. То есть на второй секунде амплитуда должна быть уже 42 радиана в секунду и длиться до конца симуляции, до трех секунд. Свойства сигнала. Свойства должно быть более чем некая величина. Более 100 радиана в секунду за секунду. Причем, обратите внимание, максимум сигнала более 100 радиана в секунду за секунду. То есть пиковое значение. Мы дали условия не на сам сигнал, а на его пиковое значение. И, наконец, третье свойство. Максимум сигнала должен быть минимизирован. Так у нас здесь написано. Это касается тока. Давайте сейчас посмотрим, как у нас выглядит подклик модели. Load Model Response. Свойства сигнала здесь не показаны, потому что они еще не определены. Но видим, что да, мы укладываемся по скорости. Но мы же помним, что по ускорению мы не укладываемся. Поэтому нам нужно настроить регулятор тока, так, чтобы по ускорению он нас удовлетворял. Для этого нам нужно указать, какие переменные мы можем изменять. Укажем здесь, что мы оперируем исключительно параметрами регулятора тока. Там пидрегулятор. Соответственно, дифференциальный, интегральный, пропорциональный коэффициенты и коэффициент фильтра. Все. Нажимаем ОК и нажимаем кнопку Оптимизировать. Посмотрим, что нам инструмент посчитает. В этом инструменте используются математические методы оптимизации, поиска минимума целевой функции, то есть он, исходя из наших поставленных требований, вычисляет некую целевую функцию и стремится ее минимизировать, изменяя те параметры, которые мы ему указали как варьируемые. Итак, инструмент закончил свою работу. К сожалению, по его отчету можно ошибочно заключить, что что-то пошло не так. Но, если внимательно посмотреть, закроем это окошко, то можно увидеть, что именно. Дело в том, что он не смог добиться того, чтобы ускорение было больше 100 радианов в секунду за секунду, и оно отклоняется от этого условия менее чем на 0,01 радианов в секунду за секунду. Что с этим делать? Если такая точность для нашей задачи нас устраивает, ну, например, условие было дано с запасом, прекрасно оставляем как есть. Если нет, можно увеличить точность подбора или изменить метод подбора и тогда добиться точного совпадения. Но поскольку в масштабе 100 радианов в секунду за секунду 1 сотая радианов в секунду за секунду, ну, мне кажется, не так много, можно этим пока пренебречь. Будем считать, скажем так, что в нашей задаче это пренебрежимо маленькое отклонение от условий. Посмотрим теперь, как ведет себя наш двигатель при пуске уже с новыми параметрами регулятора тока. Запустим модель и посмотрим на результаты на осциллографе. Итак, как и прежде, он разгоняется за одну секунду, но теперь уже ускорение, как мы помним, чуть-чуть менее 100 радианов в секунду за секунду, но мы будем считать, что условие выполняется. А ток здесь вообще меньше, чем 2,6 А. То есть условие меньше 3 А мы выполнили с большим запасом. Кстати, обратите внимание, как он нам довольно интересно подобрал параметры переходного процесса, разгоняется в два этапа двигатель, получается два пика ускорения и, соответственно, тока. Мне кажется, вручную было бы довольно сложно подобрать параметры, которые бы это обеспечили. Но это еще не все. После настройки системы управления в большинстве случаев дальше следует этап ее реализации на какой-то конечной целевой платформе, как правило, на микроконтроллере. И если сейчас мы подбирали параметры регулятора, исходя из того, что у нас система непрерывная, то перед реализацией на микроконтроллере ее нужно дискретизировать. То есть выбрать шаг дискретизации, потому что микроконтроллеры работают на некоторой частоте. То есть при переходе от модели в реальный мир мы вынуждены также от нашей модели системы управления перейти к микроконтроллеру через дискретизацию. И всегда встает вопрос шага дискретизации или частоты дискретизации. Потому что чем ниже у нас частота дискретизации, то, естественно, у нас будут меньше требований к микроконтроллеру, но и хуже качество регулирования. Всегда нужно ловить вот этот баланс. Но у нас сейчас, как мы помним, есть требования на качество регулирования. Поэтому мы можем подобрать шаг дискретизации так, чтобы эти условия точно выполнялись. Посмотрим, как это сделать. Вернемся в нашу модель. И более внимательно посмотрим на регулятор. Регулятор скорости не будем трогать. Посмотрим на регулятор ток. У нас в основном все ограничения касаются именно его. У него в параметрах есть такой параметры, как sample time. Sample time – это как раз и есть шаг дискретизации. Сейчас он записан. У меня здесь довольно сложно. Через округление. Дело вот в чем. Никогда ни MATLAB, ни Simulink, никакие продукты на их основе никогда не пытаются делать вид, что они умнее пользователя. В данном случае мне удобнее, мне как пользователю, удобнее задавать частоту, на которой работает блок. А вот блок, что делать? Он принимает параметры на шаг счета. Поэтому я вот таким образом пересчитываю частоту в шаг счета, округляя ее. Почему я ее округляю, сейчас будет понятно. Дело в том, что именно эту частоту мы сейчас и будем подбирать. Положим себе дополнительные условия, что у нас регулятор, контроллер, реализован таким образом, что регулятор скорости и регулятор тока у нас могут работать на разных скоростях. Ну, конечно, для такой простой системы это, может быть, не имеет практического смысла, но в сложных системах, конечно, бывает, что одна часть алгоритма реализуется с одной частотой, другая с другой. Поэтому давайте сейчас зададимся, что регулятор скорости у нас работает с постоянной частотой, достаточно высокой, и мы на нее сейчас не обращаем внимания. А вот частоту дискретизации регулятора тока мы будем подбирать. Что мы для этого сделаем? Посмотрим, как она у нас вообще задана. Вот здесь в параметрах, в настройках модели, у меня есть частоты. F-Control – это регулятор скорости, его частота, и F-Control – и частота регулятора тока. Сейчас они по 100 Гц. Для нашего двигателя постоянного тока, который вращается с частотой 42 радиана в секунду, этого более чем достаточно. Однако, зададим заведомо маленькую частоту регулятора тока. 1 Гц. 1 Гц – это очень мало даже для такой системы управления, поэтому посмотрим, к чему это приведет. Запускаем уже с такой частотой регулятора тока. И вот на осциллографе видно, что процесс у нас не похож вообще на процесс пуска. Вновь обратимся к инструменту Response Optimization. Вернемся к нашим параметрам и ограничениям, которые на них наложены. Начнем все заново. Выведемся одновременно. Но укажем теперь другие переменные, которые мы допускаем изменять. Это будет всего одна переменная частота регулятора тока. Пусть она у нас будет от 1 до 100 Гц. Ну, конечно, повторюсь, частоты здесь у нас, конечно, очень маленькие, но это учебный пример в настоящем, в рабочем примере. Конечно, будут другие частоты. Нажмем кнопку «Оптимизировать» и инструмент подберет нам необходимые параметры регулятора тока. Точнее, один его параметр – это частоту. Итак, инструмент вновь закончил свою работу. На сей раз даже его устроила та точность, которую он достиг. Посмотрим, что получилось. Сначала посмотрим на отклик модели. То есть запустим ее и посмотрим на результат. Ну что ж, переходной процесс выглядит, конечно, немножко похуже, чем при непрерывных сигналах, но все условия соблюдены. У нас небольшой ток, всего 2,5 А, ускорение 100 радиан в секунду за секунду и разгон в течение одной секунды. Посмотрим теперь, на какой частоте дискретизации этого удалось достичь. Вернемся в основное окно MATLAB и посмотрим значение переменной F, Ctrl, E, новое. 34,7 Гц. Но поскольку мы округляли до целого функции round, можем даже посмотреть, что нам вернет именно функция round. 35 Гц. Итак, минимально необходимый шаг дискретизации для выполнения всех поставленных условий это 35 Гц. Таким образом, с помощью инструмента Response Optimization мы смогли не только подобрать параметры регулятора, но и выбрать частоту дискретизации для последующей его реализации на микроконтроллере. В этом видео мы посмотрели общий подход к настройке регуляторов по требованиям и автоматизированному подбору частоты дискретизации регулятора. Многие возможности инструмента, конечно, остались за кадром. Поэтому приглашаем вас обращаться в наш Центр инженерных технологий и моделирования экспонента, где мы проводим обучение, консультации и разработку по всем вопросам, связанным с моделированием, работой в MATLAB и Simulink. Пожалуйста, обращайтесь по нашим контактам, заходите на наш YouTube-канал, приходите на наши семинары. Всего доброго!